Последние два дня до 9 мая для музыкантов сводного оркестра самые напряженные. Надо отшлифовать более 20 произведений. Все марши должны быть исполнены по памяти. На дворцевой площади соберутся лучшие музыканты городских военных оркестров. Кому выпадет честь выступить 9 мая? И почему в Петербурге у военных оркестров особая роль? Ответы у Анастасии Солобчук. Белоснежные фуражки, ни одной складки на мундирах. По военному оточенный шаг. Правда, в этом взводе непривычные армейские порядки. Не по команде, а по взмаху палочки. После построения не взвод Курков, а марш Багратион. Очень важно для меня всегда моральные качества людей. Их честность, порядочность. Потому что вот такие люди служат в Амиралтейском оркестре. И я стараюсь подбирать таких же и в дальнейшем. Я лично с каждым беседую. И лично отбираю, помимо профессиональных качеств, вот именно человеческие, если можно сказать так. Сложнейшие экзамены, высочайшие требования. Третьи музыкантов равны, как на подбор. Дирижер Адмиралтейского оркестра с гордостью подмечает. Немногие военные коллективы входят в сводный оркестр полным составом. Старейший духовой оркестр флота основан на три месяца раньше Санкт-Петербурга. Игрой на гобоях музыканты подбадривали строители Адмиралтейства. Внимание военным оркестрам со стороны Петра неудивительно. Благодаря абсолютному слуху, первый русский император начинал военную карьеру вовсе не со звания рядового. Я очень часто спрашиваю своих студентов, какое воинское звание было у Петра Первого. Самое первое звание. Все говорят, рядовой. А ничего подобного. Первое воинское звание у Петра Первого было барабанщик. Вот вам, пожалуйста, роль военной музыки, роль военного оркестра в жизни нашей армии. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Тушь прощания славянки «Севастопольский вальс» Сергей Селин помнит расстановку пальцев и ноты. В армии актер играл не на барабанах, а на тромбоне, но страсть Петра Первого к военным духовым оркестрам полностью разделяет. В армии Селина назначили старшиной оркестр. Утром разгружали вагоны, валили лес, вечером репетиции. Правда, актер признается, музыцирование в солдатской части не самые сладостные звуки, которые приходилось слышать. Барабан играет вторую долю, ну, понимаете, то есть не бам-па-да-да-тан-дан-та-да-да-та, а бам-па-па, вот так, вторую, ба-ба-ба, вот вторую долю играет. И так, ну, я помню, я не хочу никого обидеть там из военных, ну, тогда ребята, они были суровыми такими, что-то у вас барабан как-то вот, или оркестр играет разные партии просто, такая шобла идет такая. Форма — это один из факторов, почему я сюда попал. Дисциплина, какой-то порядок, да и вообще делает мужчину из мальчика. Городские флотские праздники, спуск и закладка кораблей, и при этом строевая гарнизонная служба вместе с другими взводами. Больше, чем военные, больше, чем музыканты. Адмиралтейский оркестр собирает лучшие концертные залы. Но, по словам оркестрантов, больше они любят играть для экипажей кораблей, которые возвращаются из дальнего плавания. Скупая офицерская улыбка значит больше, чем бурные овации. Это, наверное, вряд ли смогут почувствовать музыканты даже лучшего симфонического оркестра. Анастасия Солобчук, Геннадий Голубев, Дмитрий Гаврилов. Последнее известие. Петербург.